Итак, всем привет! Меня зовут Нейзи, и я хотел бы начать такое ламповое прохождение такой недавно вышедшей игрушки в стиме под названием Firewatch. То есть, что переводится как огненная вышка. Ну, типа там стоят мужики и смотрят за лесом, ну, лесники, короче, чтобы там огня не было и прочего. Итак, значит, я тут немного поиграл, просто посмотрел, да? Ну, да, годно. Поэтому, да, начинаем новую игру. Да? Надо же было потестить. Да, игра стоящая, действительно. Итак, давайте начнем. Так, лоудинг. Так, значит, игра сделана на движке Unity 3D. Ну, ёлочка, давай. И сейчас ёлочка, во, будет заполняться какой-то мочой, не знаю, желтизной. У нас будет тут геймплей и все такое. Кэмпо-сэнто представляет. Кэмпо-сэнто? Кэмпо-сэнто. Совместно с Panic Inc. Это вроде как Плэйджинг сделала, да, контора? Не знаю. Болдер, штат Колорадо, 1975 год. Ты видишь Джулию? Нет, я вижу какое-то месиво разноцветное позади. Окей. Она примерно твоего возраста, ближе к 30, смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов из соседнего университета. Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями. Ты подходишь к ней. Ты пьян. Так, Кэмпо-сэнто. Ты красивая. Так, ай, давай, не перевели. Она зовут официанта, неделю спустя мы уже вместе. Как быстро, а? Лоудинг. Опять снова лоудинг. Ух ты. Мы в каком-то лифте, не знаю. О, сундук. Мы за какого-то школьника, не знаю, 30-летнего играем или что? Блинте, да? Четыре парковка, так как я понял, да? Да, это парковка. Я хочу тут немного погулять. Посмотрю. Ага. Там конец карты. Ну, окей. Ну, это локация не так высоко детализирована, но ничего. Это пика мы что, у своего деда-фермера взяли его, одолжили или что? Ладно. Все. Сели. Вы встречаетесь больше года. Она с вами, я с ума, это здорово. Да? Это здорово. Ты приезжаешь к ней, вы живете в квартире рядом с университетом, с видом на горы. Вы пьете пиво на террасе. А, это у Мэдисона Ксюши, что ли, это, которая... Зануда. Ну, у Мэдисона, там его тян. Вы пьете пиво практически везде. А, вот это уже Хованский. Это уже Хованский. Джулия хочет завести собаку. Так. Ага, вы забираете овчарку и называете его Мэйхем. Я... Биггель, он какой-то странный пёс, поэтому я хочу... Там смухишь. А, Мэйхем одли... Ой, микрофон упал, простите. Мэйхем отличный пёс, он обожает играть с вами в парке и сопровождать Джулию во время её пробежья. Хотя он слишком большой, чтобы брать его в университет, Джулия его всё равно любит. Мэйхем друг и ребёнок и домашние животные одновременно. Да, собака друг человека же. Вы разговариваете на террасе. Лето 9.30 вечера. Но жарыч всё ещё долетает со стороны пустыни. Что ты думаешь о детях? Спрашивает она. А дети... Они не очень умные и ненамного годятся. Вот согласен, да? Не, я хоть и не учаил фри, но... И о том, чтобы нам завести несколько пару маленьких дурачков. Да, это было бы здорово. В том случае нам, наверное, надо пожениться. Да, я был бы рад. Говоришь ты, у детей и так будет куча проблем. Думаю, лучше, если их родители будут состоять брать. Ты говоришь, что она абсолютно права. Да. Так, ух ты, мы куда-то приехали, да? Да, куда-то мы приехали всё-таки. А... Окей, значит, тут какие-то враждебные животные, да? Мишки, мишки живут. Так, и мы, собственно, на нашем грузовичке или свечке приехали сюда. Тело есть, классно. Вечер четвергая, Джулия паздывает на 4 часа. Она не звонит. Ты волнуешься и скажет, мне лучше всего больше сердишься. Она обозвращается, когда ты уже лёг. Она не то, чтобы пьяна, но хорошо провела время. Вы ссоритесь, когда она лжится под геем. Ну, давай проигнорим. Вы не прикасаетесь друг другу всю ночь. На следующий день ты чувствуешь себя виноватым. Да, как она провела меня. Она отвечает, что отлично. Ты затаиваешь обиду. Ты варишь себе кофе и идёшь на работу. Джулия ещё любит рисовать. Она рисует растения своих исследований. И рисует все места, где вы бываете. И рисует тебя. А. Словно модель Виктория. Окей. Джулия была обработана. Ты очень симпатичный. Да. Опа. Кофигасит. Бум. Бумс. Прыгает такой. Колючкой. А, фух, это дерево. Какая колючка, блин. Знаете, чем-то напоминает. The Long Dark очень напоминает. Это будет ламповое прохождение. Ой. Туфоркс. Фаррый лукэут. Вышечка. Пробилы, чтобы преодолеть препятствия. Боже мой. Преодолевает, как будто он дед. Ой, Зиг Хайль. Чизику кидает. 1982 год. Летним вечерами и ты, Джулия. Любите гулять с Мэйхиком. В городе фестиваль. На него скидываются люди издалека. Один из них пытается напасть на вас с ножом. Мэм. Мэм. Блллллл. Пес кричит, Джуэст. А в стрессе она путается и трудно подобросила. Ты даешь отпору. На подорогу. Ты даешь им порушить. Конечно, с лохтя. Ты порезал руку, но хорошенько избил этого мудра. Мудра, парни. Так. Да. Будем хорошо теперь выбирать место для прогулок. И с тех пор вы гуляете в реке. Просто что-то затянутое начало. 1984. Планы завести детей откладываются из-за работы. Джулия предлагает работу в Ельском университете. Ельф. Каниктикуте. Боже, сложно. За 33 тысячи километров. Это отличная работа. Заместитель заведующего кафедры. Она хочет переехать. Ты точно не хочешь. Ты согласен, если она будет ездить туда и обратно. Денежки-то нужны. Не, я не меркантильный, конечно, и не алчный. Но у них, я думаю, в семье плохо с финансами. Поэтому вот так вот. Ты спрашиваешь, согласна ли она ездить туда и обратно. Ты не хочешь переезжать в Каниктикут. Она говорит, что это будет тяжело. Она согласна. Ты советуешь ей не отказываться от такой возможности. Если это то, чего она хочет. Она соглашается. Она летает в Болдере три раза в семестр. Джулия отправляют домой из Еля в оплачиваемый опуск после того, как с ней случится эпизод. Она сорвалась на коллегу за то, что тот взял у нее книги. Ммм, агра. Карина, блин, стримерша. Она не помнила, что за два дня до этого сама с радостью их удалжила. Склероз. Ее нашли плащи на лестнице. Вы варите макароны, пьете? Окей, макароны, так макароны. Это срабатывает. Вы смотрите Даллас. Это один из персонажей, по идее второго. И сидите на диване. Это че у нас тут? Эм. Дневник. Эм. Че это? Ой, ой. Это, это не мое. Это, это, это не мое. Не мое. Не мое. Ложи обратно. Уехем стареет. У него сидит шерсть на спине. И вечерами он не так быстро бегает. Вы гуляете с ним к бару, чтобы повитаться с друзьями. И кажется, будто ничего не изменилось. Джулия возвращается в университет. Окей. Состояние Джулии ухудшается. Она забывает вещи по своему предмету. Ее научная работа в полном хаосе. Она уезжает на своей машине в другой город без каких-либо причин. Ее возвращает полиция. Она раздавлена. Ее отправляют домой на постоянный больничный. Постоянный уйдет. Серьезно. Иногда это Джулия, которая называет тебя дубиной. И о ваших нерожденных детей. Маленькими дурачками. А иногда это полный незнакомец. Она тянет тебя в кровавую занятию. А так, через пять минут у нее приступ паники. И кажется, что ее отец и эту породу. Блин, с мозгами что-то не так, походу. Ты говоришь, что ее семья не раздавлена. И начинает... Раздавлен? Может, подавлен? Я... Че, я не знаю. Под... Ты намерен заботиться о ней сам? Конечно же. Да, видимо, начало... Ну, типа... Показывает, насколько же наш бедный лесник... Здесь такой... Бедный, прибедный. Господи. Какая красотичья. Боже, какая красотичья. Ух ты. Оленик. Оленик. Привет, оленик. Ты такой смотрит на меня. Я говорю, куда? Ну и ладно. Это невероятно тяжело. Хуже всего, когда ты сердишься на нее. Например, когда она сама пытается приготовить себе еду. Ты не можешь ничего делать без нее. Она не может ничего делать без тебя. Когда она идет спать, ты не ложишься еще несколько часов. Пьешь на террасе пиварис. Смотришь бейсбол летом. Игры университетских команд зимой. И снова пьешь. Ты начинаешь уходить из дома после того, как положил ее спать. А ты уверен, что она спит, как камень? Ну, конечно, надо же доверять. Ты ходишь в один и тот же бар в тихом конце. Как гора спричь. Ты возвращаешься домой, ложишься около часа ночи. Несколько раз в неделю. Ты же держишь этих вечеров. Однажды вечером тебя останавливает дорожная полиция. Тест показывает, что ты бухой. И тебя забирают в обезьянок на ночь. Из-за комендантов. Ой, это полиция. Ну вот. Ты думал скрыть это. Но рассказываешь Сьюзан, сестре Джулины. Господи, как же это долго. Проближается лето. И ты видишь в газете объявление о приеме на работу. Ты соглашаешься. Да. Ты соглашаешься. Я с лесником и с глядеть за пожарами. А видимо это мы. Вот то, что вот типа мы шли, да? Это мы шли до места работы нашей. Не знаю. Что-то сейчас за Камчатский край какой-то. Или белорусские леса. Не знаю. Вдруг на нас сейчас медвежонок прыгнет. И все. Ладно. Так. Что-то какая-то долгая загрузка. Не знаю. Опа. Так. Мы вылезаем из каких-то кустиков. Опа. Взойти на вышку. Типа как восхождение на горы. О боже. 60 фпс. Ну в смысле как бы. Видео в 60 фпс будут. Цветочки. Че? Кого? Цветы перепрыгнуть? Вы че? А. Че у меня сногой там? Че это там сногой было? Ай. Ничего. Окей. Значит давайте поднимемся. Зайти на вышку. Так звучит. Туалет деревенский. Так. Давайте побежали. Побежали. Че у нас тут? Неплохая вышечка. Я бы жил тут. Закрыли. Да закрыли дверку. Пэк. А. Вон так работает. Привет. Вышка 2. Привет. Кто ты? Ты радио. Рация. Товерка 2. Товерка 2. Товерка 3. Товерка 3. Вон в. Окей, окей. Прием. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for two days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then, can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, you're probably out here because nobody back home can stand you. Which, after this brief introduction, is not a big shock. Ouch. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I better get some sleep then. Then, I need to sleep then. Fuck. Now it's my turn. Okay. Good night, goodbye. Let's see. I don't know anything about you. But nine times out of ten, folks out here simply got dumped. Well, that's it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Firewatch. Прекрасное начало. Мне нравится. Очень. Такой необычный, но и вдруг рации такие. Good night. Good night. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6.45. Oops. Aha, 3-3-3-3-2-1-2-1-2. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it, do you see it? Uh-huh. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by WB... Osborne? You use this to spot, you guessed it, fi... западный вот тут компас есть а у есть опа да я вижу фейерверки окей шарсер будет чё у них а думай с этим хорошенько 1 2 3 4 говоришь прям как у меня пароли все удобно можно было сказать ему но конечно ну типа пароль такой сложный у карты так держит эту карту как будто в туалете не знаю сидит тут же был туалет а еще так ладно пофиг на туалет ваш цистерна значит мне нужно кустики не где а вы значит чё вот это вот куда чё не силы да нам туда и нужно наверное да я я я я я наверное нам туда да и нужно ибо я по-другому не знаю да нам совсем туда и нужно ну что сказать насчет игры да игра красивая очень красивая ух ты это чё такое чуть за такую ящик с припасами котом 12 но я бы и так его попробовал 34 опа давай открывай скопировать информацию опа волос прикольненько так фризанулы кей так старая веревка и нафиг она не нужна ну ладно шишка батончик грандул съесть зачем я съел шишка ухты осмотры знаете как в антилдауне там же тоже можно рассматривать окей все мистер шишка нафиг ты мне нужен вообще ладно ну он давайте пускаем полежит записка и франа но тугая ним раун фомсом гайдейв Это, наверное, Дэйв Гаскал. Он полностью встал. А это правильно? Безусловно, но, да, один из тех, что, знаешь, «фал-офф-а-грид и едят анти-формирующих» — абсолютно факен-ку-ку. Это, наверное, что работа привлекает. Эта виста невероятная! Эта виста невероятная! Эх, невероятная! Эх, внизу холла, от моей твери. И есть каньон, и остальное... Ну, все. Да, ты должен видеть, что я смотрю. И эгел ховер на эту горжу за последние... часы. И, может быть, если ты хорош, ты можешь прийти и видеть его в конце севера. Просто подарка просто посмотреть на вид. Окей. Ну, чё, спускайся. А, тут. Серьезно? Ты чё? Боже, немощный. Зачем тебе веревку цеплять, чтобы спускаться отс... Ладно. Магами. Вот-вот. Холм дерьмового босса, из-за которого я поромал... Господи, немного лагануло. Ну, давай вниз пойду. Ну, давай давай. Ой, ты чё? Блять, каким надо быть идиотом, чтобы пистануть отсюда. господи ну ладно 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 простим это нашему идиоту ой и есть и эпизодон и и и и и и и и и ты и 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 банки вот тут точно был либо хованский либо мэдисон ну не мэдисон он же любит вот под такого пива пить в такого стиля бомжатского чуть вообще такое за пиво red eagle да еще нахер я чё ладно на второй раз не вот-вот вредители сраные хорошо сказанные запомню это слово ух ты я бы взял я бы взял это прекрасное венцо не очень не верну мои окей конечно учу конфискую мои фейерверки мой пивас так давайте сюда убираем тут мы же все-таки за службу за этого труженика играем рюкзаки домогательство туристов опа одежда вот электриклоза чтар looks like two people вот это некий вот такие экссайдинг вот я обвесли стилл окей без бы будет развлокировать или так я не могу бы тут русского по маньяк еще проверять будешь ладно и застрял вот что надо было сказать кей алё негр админ прием помоги опа конечно науки все пошли клади трубу так это негры на пляже окей слышите вы смотрите а то что чё сказала следующая сломаю будет не магнитофоном а вашу пошла на да 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 все мой магнитофон пока нигер это негр админ прием спаси все микрофон мы каптули можем уходить ну просто выкинул храдин без проблем конечно так окей так хорошо сейчас мы значит пройдем тут магнитофон мне он еще будет нужен так возьмем ну себе поставим там тыры-пыры окей так ладно значит солнце уже садится нам надо выбираться отсюда и тут что то есть тропа какая-то блин солнце прямо на глазах садится чё было ладно ничего так ничего думаю мы походим тут поизучаем интересная игру для очень нравится так не магнитофон я пока смотреть не буду и анимации добротные вот бы все это было в зон дарки блин на самом деле ты очень прикольно было бы игрушка очень похоже на звон дарк нравится очень ничего не могу сказать это это причем unity понимаете тут диалоги даже выглядит такими живыми анимации на высоте все на высоте ну график от графика хороший тоже давай Хорошо, без Б. Ой, громы в юге. Молния это плохо. Я не люблю звук этого. Да, ну, если ты чувствуешь лучше, это не то, что его убило. Что убило? Существ. Ты веришь? Окей, значит, мы нашли что-то тут. Фонарик. Не работает. Ау, блин, чё так в глаза бить-то, а? Ворота в пещере 403. Ворота в пещере. Окей, значит, закрытый ворота. Им нужны ключи. Так. Точно закрытый? Ты что-то упал, аж? Не, я не думаю, что они закрыты. Ну, да, теперь я убедился. Хотя стоп. Окей, наверх я пока туда идти не хочу. Я хочу посмотреть, что там. Вон там. Ну, я быстро это всё сделаю. И за магнитофон сюда покиню. Ну, вернёмся же, да? По карте, смотрите, нам там вышка, да? Ну, я хочу ещё чуть-чуть поизучать. Будет очень интересно. Тут, наверное, поизучать. Ой, вообще не люблю все эти заросли. Знаете, они так... Руки так... Царапают эти... Там, крапивы. Всё вперемешку эти... Ну, вот. Я просто много по лесам очень ходил. Всё такое. А, вот такие вот девишки, собственно. Чё у нас тут? А, не знаю. Столб. Давайте расскажем о столбе. А, окей. Ну, я пока тут все поизучаю. Чё это тут у нас? Вышка. Медвежий клык. И... Вышка ТРФР. Окей. Это та вышка, на которой это сидит, да? Туалет. Блокнот. Ам. Давай почитаем. Ай, не перевели. Ну, ладно, я оставлю себе. Ну, чё, не хочешь там пописать, покакать? Ладно. Эй, я нашел структуру, в чём будет нет. Уоу. Эх, ты не нуждаешь моего позволения, чтобы идти в бассейн, но... Ты знаешь... Ух ты. Ух ты. Чуть закепкаю. Корее ветеран. Окей. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Чуть закепкаю. Корее ветеран. Окей. Давайте оденемся. Будем как лесники настоящие. Ссорая хижина. Давай откроем. Ку-ку. Кто-нибудь есть? Ты, блядь, Халк. Что ты наделал? Окей. Значит, что у нас тут в подвальчике? Разбитая гитара. Поиграем. Что вам собренькать, мои друзья? Блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. Окей, пошла нахрен гитара. Сказал, пошла нахрен. Палатик. Старая печка. Почему бы не открыть? Ты чё? Боже, я обосрался. Ты чёртов енот. Где отсюда? Боже. Господи. Афиг отсюда? В смысле? Да, ты, наверное, не так. Да, ты, наверное, не так. Погоди, видишь, что ты в курсе в кризисе и заполнился с ракоунами? Эээ... Похожественно. Оу, Халк. Да, да, да. Окей, я вижу, что ты делаешь. Но... что ты понимаешь? Я просто хочу остаться из хранительных мест. В смысле? С привидениями, Белайс? Расскажи мне про призрак. Окей, пойдем, с тобой. Я просто оценили с ней, Separих оence, Рак湯 Картер, Л suspected он бы��vivел из них на Мягкие, Он.. Мальчиш уничтожил. Уг 12 лет? С двери? От Привет? От непонятной чаю. С scholarly применениями. Он заведlàлся за охранители на биржу. В 나왔ие на тnen и на constалわ их. Что было? О, конечно. В результате, Картер не хотела что-лить. Это были ракуны, или ничего. Но, одной ночи, когда он снял его ракуну, была кратка на двор. Он смотрел на двор, и снова слышал, «Help! Help!» Он подходил слабым, ножом в руках, и разрушил двор. Но никто не был там. Но потом, он слышал еще маленький голос, «Help! Help!» Картер смотрел на двор, и, конечно же, ничего не было там. Поэтому, начинался, но, вероятно, что он просто устал, ракуны Картер уехал, и, за первую ночь в месяц, был открытым. Теперь, в доме, его голову рвнул, и он слышал снова, «Help! Help! Help!» И теперь, он спрашивает, если это происходит из него. Но потом, фигура появляется на двор. Что за неградмин там был? Он смотрит на двор, и есть больше и больше фигуры. Беды, глухие глаза пырыгая, и он сломает, и сломает, и сломает, и сломает его голову. И, пока он может уйти, он чувствует сотни ледяных ног, и шоколадки, и шоколадки, и на его кожу. Ну и источник его не знаю например то что я видел я добрался чуть дэмитон сказал ладно были ночи интересно особенно вот это то что я сейчас проснул успокоил и ладно мяч в туалет генератор форест бэрнс Это правда. Так, окей, тут машинка что-то делать, не знаю. Да, поднимаюсь и что тут, опа, что за ублюдок разбил мое стекло, машинка а ну на место, не так. Генератор вроде работает, боже блин, взяли расхреначили хату, враги сломали, враги сожгли родную хату, ублюдки. Угу. Давайте еще это в Брайнс и сюда, или в Форрест, бёрн, бёрнс. Так. Это было быстро. Угу. Ну, 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 ты знаешь, кто это сделал? Угу. 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 Чthmrah. Ух. Ух. Уха. Ух. Ух. У меня сходить и пришли? Я не Хэнк, я Генри. Так, пускай Форрест Бёрнс у нас тут полежит, а мы тем временем закончим серию эту, она получилась очень длинной, но такой интересный, черт возьми. Так, я хочу спросить про вышку её. Я накрыл голову подушкой. Это уж точно. Итак, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и прочее. Вообще, отзывайтесь, мне будет очень приятно. Дэс Горова, вторая серия не за горами. Это очень интересная игра, мне она очень нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.